С древних времён собака живёт рядом с человеком. Он наш друг и помощник, источник радости и пример истинной преданности. Но иногда бывают ситуации, когда поведение этих животных трудно назвать дружеским. О том, как себя нужно вести, чтобы не спровоцировать нападение, и как правильно защититься в таком случае, нам рассказал инструктор-трессировщик Андрей Долженко. Чтобы не спровоцировать собаку, прежде всего, конечно, не нужно от неё убегать. Потому что, когда человек, либо велосипедист начинает быстрое движение, у собаки может включиться инстинкт охотника, и она просто захочет побегать. И тут уже пошло по накатной, собака бежит, входит в этот раж, лает, человек боится, и происходит конфликт. Дети тоже самое. Дети бегают, кричат, собаки возбуждают это, они начинают бегать, может даже и прикусить, включится тоже инстинкт, она может попытаться поймать ребёнка за ногу. То есть ни в коем случае не нужно убегать, не нужно кричать, не нужно обижать собак, кидаться в них камнями, пытаться как-то их напугать. Лучше всего сделать вид, что просто их нету. И даже если они там показывают какую-то агрессию, показать всем видом, что то, что они делают, тебя никак не колышет. Особая опасность может исходить от своры собак. Если вы видите сфору собак, вы видите возбуждение, оно же видно сдалека сразу, что там какая-то собака, вокруг неё какое-то движение, обойдите стороной. То есть я согласен, таких ситуаций не должно быть в городе, это неправильно, когда такое происходит. Но это то же самое, как толпа хулиганов, и мы пройдём мимо них, и будем возмущаться, что нас кто-то там плечом толкнет или ещё. Постараться обойти. Если не получается обойти, опять же, игнорировать. Если собака пытается как-то укусить или что, можно каким-то предметом перекрыться. Рюкзак, сумка, то есть просто поставить под укус. Я не думаю, что собака там будет пытаться вас убить или как-то покалечить. Нет, она скорее всего будет гавкать, щёлкать зубами, и просто можно перекрыться от неё каким-то предметом, рюкзаком, сумкой. Опять же, ни в коем случае не кричать, не убегать. Опять, спокойно продолжать движение и держать собаку в поле зрения. То есть если есть какая-то стена, то двигаться вдоль стены, чтобы никто не зашёл сзади. Опять же, думаю, у взрослых мужчин таких проблем не будет. Проблема может возникнуть либо у девушек, либо у детей. Самое главное ребёнку не убегать, не провоцировать собаку, не кричать, то есть не делать каких-то махов руками, ногами. В случае, если уже конфликт переходит в более серьёзный, закрываемся каким-то предметом, который у нас есть. Всё. Что мы можем сделать. То есть как можно меньше движений и жестов? Да. Не надо пугать и провоцировать собаку. Если мы будем резкие движения делать, это может возбудить собаку и спровоцировать её. То есть показывать, что я здесь ни при чём. Я просто иду к тебе, никаких претензий. Всё, ухожу. Андрей уже довольно давно занимается дрессировкой собак. К нему за помощью обращаются многие. Он прекрасно понимает, как собака думает и действует, на что и как реагирует. И кажется, что об этих животных он знает практически всё и готов этими знаниями поделиться с другими. Друзья, а также хочу обратиться ко всем зрителям, кто меня сейчас видит и слышит. Если у вас возникают какие-то проблемы с вашими питомцами, собачками, и вы хотите просто проконсультироваться, может научить свою собаку чему-то, обращайтесь ко мне. Меня очень легко найти в социальных сетях, на ютубе, в фейсбуке. Буду рад с вами общаться. Всем добра. Конечно же, мы не удержались и задали Андрею вопрос, на который, казалось бы, нет ответа. Проблема бездомных животных. Можно ли её решить? И если можно, то как? Конечно, можно. И я считаю, что соседние страны уже показали нам, что это легко делается. Ну, может, не легко, но эта проблема выполнима. И многие страны показывают это на практике. Я считаю, что нам нужно просто взять пример и сделать то же самое. Я считаю, что нужно двигаться в нескольких направлениях. Первое. Это принятие нормативных актов, ограничивающих воспроизводство собак. То есть это говорит о том, что каждый человек не имеет права просто размножать собак. То есть нельзя сделать так, что моей девочке нужно для здоровья родить щенков, а потом не знаю, куда их деть. То есть воспроизводить собак может только профессионал, заводчик, который обучен, который имеет понятие и представление, к чему стремиться и что делать. Второе. Это проведение программ стерилизации и работы приютов. То есть отлов собак с улиц, их стерилизация, выпуск их в естественную среду обитания. По возможности, конечно же, приют должен стараться пристроить их всеми. То есть есть целые программы у западных стран, тоже можно их изучить, всех познакомиться, как они это делают. Также эти приюты могут выполнять функцию как зоогостиницы, например, когда человеку некуда деть свою собаку, он уезжает в отпуск или на праздники куда-то. Он может пристроить свою собаку туда, таким образом приют будет получать для себя какую-то выгоду финансовую. Далее. Воспитание и просвещение населения. То есть нужно объяснить людям, детям в школах, что такое собака, как она думает, как она себя ведёт, как нужно за ней ухаживать. То есть рассказать о собачьем мире, потому что исторически сложилось так, что собаки, они интегрировались в человеческое общество. Мы живём бок о бок уже не одну тысячу лет, но многие люди даже не представляют себе, как собака думает, как она себя ведёт, что нужно, как за ней ухаживать. Поэтому я считаю, что нужно население просвещать. И последнее – это контроль за пищевыми отходами. В нашей стране все видят, что большинство баков мусорных никак не закрыты. Мусор валяется возле рыночных площадей каких-то, возле супермаркетов, под любым подъездом куча мусора, костей. То есть это недопустимо, с этим нужно бороться. То есть это отдельная глобальная тема, с которой вытекает очень много разговоров. Я не буду сейчас о ней говорить, но это очень важно, чтобы на территории города не было пищевых отходов и не было базы, которая позволяет существовать по голове собак. Потому что если будет куча мусора, на ней будет пастись пять собак. Сколько бы ты пять собак этих не убирал оттуда, по-любому найдётся пять собак, которые займут эту кучу. Убери кучу мусора, и собак там просто не будет. Вот и всё. Андрей, готовы ли вы эту проблему решить на уровне города? Ну, для начала. Что вам для этого нужно, если готовы? На самом деле вопрос очень больной. Меня, ну, как бы беспокоит эта ситуация, жалко этих собак. И также, конечно, не хочется, чтобы люди страдали от собак. Да, я бы хотел как-то решить. То есть, ну, если я могу как-то помочь городу решить, то я с радостью это сделаю. Что мне для этого нужно? Мне нужна помощь властей города, а также надёжная команда, которая будет разделять со мной мои интересы и точки зрения. Всё. Итак, как решить вопрос с бездомными животными и найти общий язык с ними, уже скоро может быть решён. Стоит только захотеть. Нам с вами и нашей местной власти. Субтитры сделал DimaTorzok